друзья всем привет я нахожусь у анталийского средиземноморского университета сейчас покажу вам краткую экскурсию обзор университетского городка переключаю камеру итак вот он центральный вход агденис университете в т.с. университет т.с. 1882 года анталия до вход все мераба и так вот мы прошли и навали пункт охраны посмотрите как тут красиво оформлена территория стоят банкоматы различные памятник памятник атотюрку или нет не атотюрк азиз санджар азиз санджар вот так вот он выглядит мы идем дальше территория очень зеленая сегодня у нас 3 января 2020 года посмотрите насколько зеленая территория вот разные корпуса территория университетского городка даже не поворачивать язык назвать это городком потому что это огромный городище по территории по которому ездят курсируют маршрутные автобусы потому что ходить в принципе далеко стоят автобусные остановки перевозят студентов из корпуса в корпус посмотрите как далеко стоят различные корпуса университета на территорию университета есть различные спортивные сооружения гольф поля даже гольф поля представляете сколько они занимают тут площади вот так ты ведь и помнишь название своего корпуса и посмотрите друзья насколько все-таки зеленая территория еще раз об этом говорю сегодня 3 января но все утопает в зелени и цветах представьте теперь что здесь творится весной и летом тут просто буйство красок смотрите мандарины процентов цветочки посмотрите друзья какая аллея красивая с фонтанами с переходами летом здесь распускается зелень друзья посмотрите какой шикарный вид открывается пейзаж горы зелень вот там виднеется колесо обозрения новое огромное так вот там какой-то корпус кругом зелень кругом деревья ребята всем привет сегодня 4 января зима в разгаре небо ясное да зима в анталии рассказать что это анталийская зима в разгаре посмотрите как выглядит анталия 4 января 2020 года уже вечер а днем было доходила температура примерно до 20 до плюс 20 градусов на солнце было даже жарче еще и не примерно наверно градусов 18 было а на солнце было свыше 20 градусов посмотрите вот мэджик роз магазин роз это в конь елты мы находимся какой аромат на раба мыло чай масло луку мы на раба мировая мошки адрес и ма все все что есть колонии розовая вода розовая вода розовая вода розовая вода розовая вода розовая водичка вы сначала для чего используется ее можно даже вот попить это настоящая чисто розовая водичка посмотрите пожалуйста давайте тоже да да потому что у них такого запаха не будет если она насыщена вот так вот берется значит там есть концентрат который добавили это не концентратом если равно их концентратом не смогу а есть вот такой вот который много-много розовый лепестков который это насыщенный наверное хочу для дома для постельного белья тогда вот смотрите лучше бы я бы сказала вот это масло розовая водичка вы не сможете ее делать смотрите лучше вот это вот она намного идет мне просто чё делал мне вот такие подушечки маленькие я их капаю и ставлю на это обычные есть я вам сейчас ее покажу тоже вот когда вы зашли и вы слышите запах она вон там вот такая вот для дома вы сеть с ней можно делать все что угодно смотрите я вообще ничего покажу а лаванды нет лаванда здесь нет вот такая вот роза да смотри пожалуйста вот это чеки вам покажу у вас смесь запаха это роза смотрите сейчас я покажу теперь вам лавангу то что конечно это лаванга я ее чуть-чуть у меня по шкафу они вот так вот разложены мне гораздо плитка стоит плитка на нее сейчас скидка вот на нее она была по 40 вот эти по 10 мира не убирает эти да да она мало того что надолго очень пахнет и она очень хорошо увлажняет даже знаете на нее моя подруга чё делать она вообще болеет лавандой вот туда на чуть-чуть делала и лавандовое масло делала у нее вся квартира пахнет когда захочешь него такая вот здесь лаванда она же как успокоительная они не открыто просто я открыла а розу да хорошо так еще сейчас я вам покажу еще одну вещь которая мне нравится посмотрите да несколько капель несколько капель понимаете она вот такая вот еще лаванда есть сушеный как можете вы дома сделать саша можете делать вот таких вот она так что еще лаванды вот смотрите она 10 лет всего я такую упаковку покупаю лаванду рублей так часто мир за 6 потом еще лавандовая выжимка мы короче и для знакомых оставили вот такой здесь могу одну-две баночки дать это лавандовый выжимка это не варенье это не мед это выжимка лаванду вот под прессом делает выжимает и закатить можете попробовать а что делать одновременно ложечку Transcriberd также можно можно она не без славянки я вообще стану попробовать сейчас я вам так все это именно есть да а не диароман для аромата потом что такого она включает а вот такой вот нет она другой от этой же не обработанной это уже обработанная которые будут будут вот чай тоже вот не варенье это это вот эту штуку да и Одну ложечку я даю ребенку, вот ему двенадцать, он сидит на компьютере и вечером спит как младенец маленький. А это лаванда? Это лаванда, сейчас я вам это все покажу. Ну и как? Как мед сладкий, но лаванда не выражена. Она не будет так пахать? Да, вы подорожите. Вот такая вот, потом посмотрите пожалуйста, вот такой вот лаванда, смотрите, это для рук и для тела. Потом посмотрите, вот такой кусочками, вот лаванда посмотрите пожалуйста. Потом есть вот такой вот лавандовый крем, для рук специально сделаны мягкие-мягкие. Потом вот такой вот масло. Я вам показала. Масло как-то менее насыщенное, что ли кажется. Вот, вот этот вот. Еще из лаванды, вот эта вот полка, которая вот была и все. Тестера ее нету уже. Тестера уже нету. Тестера уже нету? А это, вот она брызгает, побрызгайте те стороны. Это вот что? Это колония одеколон. Одеколон есть у вас? Да, конечно. Лавандывает. Вот. Вот. Это одеколон для постели в том числе. Вот наверху, наверху. Одна большая осталась ее, вот почему-то ее очень хорошо разбирали. Вот эта, да? Да. А он тоже с распылителем? Нет, это без распылителя. Это с этим. А как он пользуется без распылителя? Этот, кто, любит вот это на руки и мазаться. А этот, вот, когда девочки мне что, говорят, они заканчиваются, мы, говорят, переливаем ее туда. Ну как-то я тут уже жарю матрирую, так? Я? Потому что я тоже. Вот я. Где горилла? Крюша, где горилла? Ну-ка гориллу покажи. Где горилла? Где горилла? Где горилла? Где горилла? Где горилла? Где горилла? Субтитры сделал DimaTorzok